Всем привет, дорогие зрители, я вам с Ритомом Перезлам. Сейчас у меня для вас несколько новостей, хороших, плохих, никаких. Начну, пожалуй, с хороших новостей. Первая хорошая новость. Филипп Силомаком вернулся в Зенит. Нет, пока что не в том смысле, в ком вы могли бы подумать. Он просто встретился с командой. Встреча была в очень тёплой, дружественной атмосфере. О вспоминаниях ещё не успели забыться. Как Малком тащил нас в Соло к пятому чемпионству. К одному из самых тяжёлых чемпионств. Тяжелее, пожалуй, только вот этот сезон, если он станет чемпионским. Ну и надеюсь, что когда-нибудь Малком полноценный действительно вернётся в Зенит. Потому что Артур Артуром. Но Малком это всё-таки Малком. И его мы будем рады видеть всегда. В любом качестве, но в качестве игрока тем более. Если даже он приедет в возрасте, я думаю, что всё равно нашей легенде, нашему бразильщику мы будем всегда рады. Хотя вот, сразу к одной из плохих новостей перейду. Какой-то Кушанашвили, хер с горы, высказался в том духе, что Малком это один из самых перехваленных футболистов России. Гандон того, что я скажу, во-первых. Во-вторых, Малком в истории Зенит сыграл самую ведущую роль. В отличие от Халка, который за те же сорок приходил, Малком не истерил как последний ребёнок. Малком не раскалывал раздевалку на два противоборствующих лагеря. Малком не поджигал со своей стороны разборки между вот этими группировками. И самое главное, в решающие моменты Малком не растворялся на поле, не ходил пешком по полю, а делал дело, давал результат и забивал важнейшие голы. Достаточно вспомнить эпизод из мая 21-го года, когда Дзюга забил первый гол ворот локомотива. В этой атаке деятельное самоучастие приняли Азмун и Малком, 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 в тот самый сезон, в который у него получалось, пожалуй, меньше всего. Но именно он, в частности, стал савтором гола Дзюба. Важнейшего гола в том чемпионате, потому что если бы локомотив забил первый, у них были бы шансы на победу в матче и на победу в чемпионате запросто. Потому что Уфа... Ну, прошлую встречу в Уфе проиграли. Если бы мы еще в этот раз в Уфе проиграли, а вот мать и выиграл Гудинамо, они бы по личной встрече нас впередили. И победа на Томову в последнем туре ничего бы нам не дала. Но Малком даже в самые неурожайные свои годы в решающий момент и выходил, и дело, дело, блядь! Я еще могу вспомнить игру ССК Зенит 04, когда ССК мог вполне вернуться в гонку. Малком их просто похоронил нахуй с вендувлев. Я могу вспомнить сезон 1922, когда Малком забил золотой гол в игре Зенита Локомотив, после которого математически Зенит стал чемпионом. В принципе, Малком тогда забил множество важнейших мячей, начиная с победного гола в финале Олимпиады в Токио, заканчивая как раз этим золотым голом. Ну а сезон 1923, я вообще молчу, там Малком просто разрывал всех. А почему Кушинашили так говорит? Потому что Малком затмил Квинси Гандон и Промес. Квинси Гандон и Промес выдал свой самый лучший сезон за Спартак, вообще в истории выступления за Спартак. Но какой-то Буш, как сегодня говорят, Малком, посмел вдруг затмить самого Квинси Промеса. Стать лучше Промеса, в лучшей своей форме, это далеко не каждому дано. И вот именно поэтому Кушинашили такие комплексы на Малком. Ну еще бомби, и дальше единственное, что могу сказать. Соси, обтекай, бомби. Это твое дело. Это удел всех-всех ебанатов, которые клеят не раз за разом эти наклейки за Спартак. Сегодня я опять обнаружил очередную наклейку. Ну, еще. Опять кто-то пытается свои мелкие пакостные комплексы на мне вымесить. Ну еще. Я буду продолжать работать, я буду продолжать снимать ролики, я буду продолжать болеть за Зенит, топить за Зенит. Ну а ты и дальше клей падали. Соответственно, ладно, хватит плохих новостей, перейду к хорошим опять. Еще одна хорошая новость. Зенит не будут покупать, похоже, Скопинцева, не будут покупать Текнезяна. Вот этих москва-батских пшакалов Зенит возьмет своего сочинского Макарчука. Макарчук, кстати, стоит 2,5 миллиона на трансфер-маркте. Не так уж и мало. Для лавочника вполне сойдет. Карп трещит, что трансфер будет стоить 5 миллионов. Знаешь, что думаешь, что с Сочин сами договорятся за меньшую сумму. Сочин тоже все-таки наш фармклуб. 5 миллионов Зенит точно не заплатят. Я думаю, заплатят по трансфер-марку за сплайн, а может даже еще дешевле. Почему? Потому что это друганы. Потому что друганы с друганами договариваются по особам. Вот так. Если раз что-то Газпром-лик, говоришь, скоро уж это фармклуб Зенит, то никакие 5 миллионов Зенит сочин сами не заплатят. Учитывая, до какой степени ебанулось руководство Динамо, выкатывая за примерно равному крючугу по скиллам Скопинцева, выкатывая за Скопинцева 14 миллионов, ну это очень здравое решение. Закроем позицию, возьмем нашего русского игрока, и заявка будет все более-менее норм. С Чалом, похоже, все приутихо. С Чалом в Зенит не поедет, это тоже хорошо, потому что у нас и так троянских коней хватает. Одного Фернанд, взять, если он так нам уже засрал карму на полсезона. Махметов еще бывший конь. Впрочем, Махметов раньше в Зените успел поиграть на сборах, чем в ССК. Так что, скорее бывший Зенит, если на то пошло. Он вернулся в родную гавань. В отличие от Жернанца. Жернанц, на самом деле, зря мы его взяли. Пытались перестроиться на 3-5-2, но 3-5-2 это не наша схема абсолютно. И Жернанц в этой схеме абсолютно бездарная играет в обороне, и еще также бездарная играет в атаке. Просто полено, просто дерево, которое наши с ним не способны. Первый свой гол единственного. Фернандес забил Динамо Самарканду. В команде уровня третьего дивизиона в России. Значит, Фернандес, я думаю, после того года нашего пиздец нахуй, после той сезона, вообще, в идеале было бы и уже ты зимой с ним расстаться, потому что Фернандес это говно. Ну, надо какого-то сменщика Караваева. Еще того, который не считается легионером. Но Макарчук теперь из другого края. Вот это замечательно. Макарчук, это самое главное, это не Хлусевич. Мы не опустили до того, что взяли бы Хлусевич. Это было бы просто зашквар, просто лютый позор. Макарчук это заебись. По сравнению со Скопицем, по сравнению даже с Тегнезианом, по сравнению с Хлусевичем это заебись. Фу, ну и, соответственно, перехожу к зарубежным новостям. Российские новости, в общем-то, все обсудил. Кириан Мбаппе, похоже, все-таки переходит в Реал. Переходит, потому что он забесплатно. Летом в качестве социальной свободного агента. Я могу только поздравить Реал. Я могу только поздравить Вику. Вику у меня уже два года болеть за Реал. Ее очень нравится испанская королевская семья. Мне нравится испанский королевский клуб. Я, в принципе, к Реалу тоже отношусь достаточно ровно. Раньше мне, честно говоря, Реал не нравился. Мне не нравился Роналду Плакса. Мне не нравился Бензима. Мне не нравился стадион Сантьяго Бернабелла. Но раз Швика любит Реал, я тоже к Реалу отношусь достаточно ровно. Тем более, что Роналду из Реала ушло. Роналду перестал позорить королевский клуб. И сейчас Реал выглядит намного лучше, намного солиднее, намного круче, чем был, например, лет 10 назад. Значит, за этот Реал можно болеть. За этот Реал можно переживать. И я за этот Реал переживаю. Я за этот Реал очень рад, что вот недавно, в четырех матчах подряд, Реал вырвал победу на последних минутах. Вспоминая, как Зенит вырвал в сезоне 2023, невольно прокраивалась у меня мысль, что это рука Вики. Что Вика вот так опять своими сверхсилами поддерживает, только теперь уже Реал. И теперь Реал на ебейших нервах выгрызает первое место в чемпионате Испании. От Барселона у нее отрыв уже 10 очков. Ну, если к нам случае недавно был, сейчас не знаю, сейчас Реал с кем-то играет или сыграл. Но если выиграет Реал, то так останется 10 очков. Жирона, кстати, в этом туре обосралась, не смогла выиграть Реал со Сьедада. Значит, если Реал побеждает, то оторвается от Жирона второго места от клуба Галищина. Я могу его так назвать, потому что там дохерич просто хохлов. В Реале, кстати, тоже есть один. Андреал Лунин или Лунин, что-то такое. Ну, в Реале он один, а в Жироне их дохуя. От Цыганков, там Довбык, ну и хрен с Нейжероной. Реал все равно будет чемпионом. Почему? Потому что он сильнее всех. Ну, и Мбаппе, я думаю, когда придет, он наполнительно усилит Реал. Венисиус, возможно, сидит на банку. Возможно, сидит на банку Родриго. Но в любом случае линия атаки у Реала будет много мощнее, чем была. Ну, и для Мбаппе это тоже хороший шаг. Заебал уже, наверное, во французской лиге. Французская лига это одна из самых слабых лиг. И даже, можно сказать, самая слабая из тех, кто пять лиг. Даже итальянская лига лучше французская. Ну, и Ла Лига это одна из самых лучших лиг. И то, что Мбаппе приедет туда, это без сомнений для него, для его карьер плюс. Надеюсь, что он раскроется дополнительно в Реале. Что он обретет там вторую молодость. Что Реал вместе с Мбаппе выиграет дохерю в титул. Возьмет левых чемпионов. Ну, и покажет Барселоне ее место. Понятно где. Понятно зачем, понятно почему. Как-то так.